Карл Роберт Якобсон – эстонский писатель, публицист и педагог, писал под псевдонимом Ленуте. Биография Кайр Якобсон родился в семье преподавателя церковной музыки. Его младший брат Эдуард Магнус Якобсон был известным художником, графиком и книжным иллюстратором. Первоначальное образование Карл получил у своего отца, в Торма, затем, с 1856 по 1859, учился на семинарии Яниса Цимзи в Волге. Начиная с 1859 года Карл Роберт работает на месте своего отца, в школе в Торма. В 1862 году возникает конфликт между ним и местными пастором и помещиком. В связи с этим Якобсон покидает Торма и занимается преподаванием в Ямбурге, а с 1864 года – в Санкт-Петербурге. Сначала он дает частные уроки, а с 1865 преподает в гимназии немецкий язык и литературу. В Санкт-Петербурге Карл Роберт вступает в тесный контакт с эстонской демократической интеллигенцией. С 1865 года он сотрудничает с газетой «Эстонский почталью Нест» и «Стипостемис», а также с либеральными немецкими и русскими газетами. Якобсон все больше посвящает себя публицистической деятельности. В 1868 году царские органы отклоняют его заявку на организацию эстонской газеты. В это же время Якобсон принимает активное участие в создании Эстонского литературного союза, который занимался в Тарту. В 1871-1893 годы развитием эстонской литературы языка. В 1868-1870 году Карл Роберт трижды выступает с различными речами в Театральном союзе в Анимуине. В 1870 эти его речи были изданы в одной книге и оказали положительное воздействие на развитие эстонского национального самосознания. В 1871 году Якобсон переезжает в Таллин и пытается получить разрешение на открытие своей газеты, однако безуспешно. В 1872-1874 он зарабатывает как публицист в власти Виандра. В 1874 Карл Роберт покупает в этой власти крестьянский двор Курга и превращает его в образцовое хозяйство. Вскоре после этого Якобсон избирается президентом сельскохозяйственного союза Пярной Вильянди. С 1878 года писатель сотрудничает с журналом Сокола Вильянди. Издание посвящало свои номера вопросам социального неравенства, тяжелому положению местного крестьянства и произволу крупных землевладельцев. Якобсон в своих статьях также настаивал на большей независимости школьного образования от влияния церкви. Выступал также за предоставление эстонской территории прав автономии, что вызвало дискуссию в политических кругах эстлянской губернии. В 1881 году писатель избирается президентом эстонского литературного союза. В своих статьях, посвященных положению эстонского крестьянства, Якобсон занимается в первую очередь просветительской деятельностью. Его работы на эстонском языке направлены на повышение образовательного уровня простых людей и увеличение их доходов от сельскохозяйственного производства. Кроме этого он пишет различные учебники и учебные пособия для народных школ. Известность Якобсону также приносит его песенные сборники, где он собирает как народные эстонские песни, так и патриотические стихотворения. В 1872 году ставится написанная им драма Артур Иоанна, получившая в Эстилянде широкую известность. Память К.Р. Якобсон считается одним из ведущих деятелей пробуждения национального самосознания эстонского народа. Памятники этому выдающемуся патриоту и публицисту были установлены в Торма и Вильянде. Портрет К.Р. Якобсон украшает эстонскую банкноту достоинством в 500 крон. Избранные сочинения Кулили Джимис Рамату Усабица Рамат, Викин Джография, Тидос Джаседос Палул Уон Муайн Кандал Хелет, Эсиар Линатьо Джалалат, Румус Лоу Жа Артир Джанна, Куйдас Полумес Рик Кэс Сайб, Куйдас Карджид Джанен Сайуджит Ми, Полумеест Рикю Салалайк Сават, Сакала Календар, Полумеестил Хелмид, Якобсон К.Р. Наука и закон на поле СПБ 1869.